всем привет дорогие друзья у нас получилось выйти в прямой эфир сейчас мы ждем подключение наших друзей гостей всем привет дорогие сейчас к нам присоединиться надеюсь что все получится потому что у нас последнее время не всегда выходит ура ура никита вы меня слышите добрый день слышно меня слышно отлично вас слышно отлично все не подключая ничего и так дорогие друзья что у нас здесь происходит и о чем мы сегодня будем говорить мы будем говорить о творчестве да а тех талантливых людях которые принимают участие в конкурсе конкурсе принимают как и дети так и взрослые да и многие люди не до конца понимают зачем все таки сейчас я прикрою окно спасибо друзья и так все кто рядом слушайте будет сегодня эфир очень интересно не каждый понимает зачем людям взрослым творчество да никит и не каждый но пока он ребенок он понимает он идет до какого-то этапа когда он взрослых зачем это ему нужно не понимает вот давайте сегодня поговорим о художниках да зачем художнику принимать участие в конкурсах что дала это вам конкурса никита тоже хотелось бы от вас услышать вы довольно таки молод но я знаю что вы уже заслужили довольно такой огромный путь прошли да и ваше творчество уже вы уже ваша картина выставляется ваша работа да выставляется в галерее я знаю я знаю что о вас уже снимают передачи я знаю что о вас пишут газеты правильно никита что дало вам и зачем это вам нужно было вот поэтапно да зачем нужны конкурсы вот скажем как вам никит ну если говорить о конкурсах какие вижу в конкурсах возможности потому что я уже принимал наверное раз 7 участие международных конкурсов в том числе дважды в голден тайме то для себя я вижу конкурс это как возможности как раз таки именно популяризации потому что я скажем так читал книгу о том как взаимодействовать со сми для дальнейшего продвижения себя мне это интересно как художнику потому что каждому художнику важно иметь аудиторию аудитория это как бы еще подтверждает некий статус и успех художника вот то я понял что конкурс это помимо того что идет хороший вклад в портфолио который может заинтересовать и галереи и потенциальные там выставочные площадки даже это мог быть онлайн галерея для продажи картин неважно то есть это все равно формирует такое профессиональное портфолио художника особенно если человек который в начале своем творческом пути либо же скажем так не имеет художественного образования как я то для себя я понял когда я принял участие в голден тайме мою первую часть я подавал проект культурная визитивка украины это диджитал номинация и мою работу с олегом с автором проекта жюри оценили и присудили первое место то я понимал что благодаря этому я смогу создать вместе с ним хороший инфоповод то есть мало получить первое место тут нужно еще приложить собственные усилия чтобы другие об этом узнали потому что если ты получил нигде не делишься тогда ну ты теряешь дополнительную аудиторию а скажите мне вот вы приняли участие в конкурсе golden time talent так это британский конкурс какие ваши дальнейшие действия вы заняли призовое место что дальше откуда узнали сми о том что вы заняли первое место вот очень важно потому что многие участники занимают действительно призовые места и об этом профиле в социальных сетях у них закрыты они никак об этом не говорят и думают что слава упадет им с неба как она у вас упала откуда ну начнем с того что меня пригласили еще на телевидение когда перед результатами конкурса то есть я поделился в социальных сетях тем что участвую в конкурсе golden time talent и немножко расписал что это за конкурс сколько в нем принимает участие страны кто составе жюри то есть я дал какую-то более подробную информацию чтобы у моих подписчиков но среди моих подписчиков я знаю есть журналисты там ведущие я их специально добавлял чтобы эта информация была для них скажем так чтобы они увидели и увидели инфоповод то есть с этой целью я добавлял и это работает ну скажем так я нашел репортеров со всей страны но может человек двести триста добавил кто-то откликнулся на заявку друзья вот я понимал что как бы это через них я смогу если что заинтересовать какие-то интернет-издания и тому подобное и это сработало иногда некоторые репортеры реагируют на мои посты и буквально в тот же день уже выходит какая-то публикация там про меня либо зовут на репортаж но здесь важно помимо того чтобы этим делиться в соцсетях еще важно как вы этим делитесь то есть нужно максимально упростить задачу журналистам репортерам чтобы уже было по сути все готовое то есть если человек пишет какой-то информационный пост допустим участие в конкурсе то это нужно написать в такой стилистике которая подойдет уже для статьи что можно было условно скопировать и вставить потому что я знаю что допустим если это сми у них есть определенный регламент сколько они должны в день выпустить публикации там по культуре по спорту там по политике бесплатно бесплатно и для этого все правильно я вас перебью немножко и для этого чтобы действительно эти бесплатные статьи получились да вы должны написать уже краткую информацию для того чтобы они бесплатно так как это они скопировали и вставили уже в газету и вы уже это все подготовили каких социальных сетях вы это выставляли я фейсбук и в инстаграме но по большей мере меня публикуют именно узнают через фейсбук потому что фейсбук это больше площадка но если инстаграме нужна такая вот более молодежная то можно в принципе увеличивать свои охваты и аудиторию то фейсбук это все-таки больше как бы бизнес страничка идет где более такие деловые посты меньше постов скажем так из жизни но больше постов про выставки про картины про какие-то мероприятия такого формата поэтому я бы рекомендовал помимо инстаграма еще обязательно делать публикацию в фейсбуке но если художника хочет по максимуму ну скажем так это все лайфхаки как себя продвигать потому что вот многие смотрят допустим как про него идут делают публикации как его находят но мало кто рассказывает вот эту всю все за кулисье за кулисье заключается в том что нужно самому проделать всю эту работу найти этих репортов репортеров добавить их друзья соответственно там иногда их комментировать лайкать чтобы они не видели тебя общаться с тобой даже какой-то был контакт и тогда уже мои посты будут показываться им ну скажем так это такая взаимовыгодная дружба что у меня есть и контент и этот контент они могут разместить у себя в таком формате и хочу сказать когда уже опубликовали результаты конкурса я об этом расписал мы сфоткались с наградами то есть все как положено красиво и в тот же день мне позвонили и пригласили в прямой эфир на телевидении а потом еще второй местный телеканал позвал ну я вам я добавлю еще тоже я это читал в книге когда изучал как взаимодействие грубо говоря полностью статью от начала до конца и нашел там наверное штук 50 интернет-изданий по всей стране и я нашел их не контактные данные у каждого сми на главном сайте есть поле предложить новость то есть чтобы они бесплатно ее публиковали так который заинтересует я вот взял ну потратил наверно часов 5 времени пока это все нашел порассылал всем эту информацию но из 50 сме откликнулась строя но трое это лучше чем ничего и трое и трое интернет-изданий публиковали информацию о том что я участвовал международном конкурсе то есть для кого-то это много для кого-то мелочь но все же это приятно что отзываются из какой-то скажем так профит от этих действий никит скажите мне все правильно вы сделали вы молодцы это отличный лайффакт для наших тоже участников спасибо что этим поделились а скажите мне что хорошо вы приняли участие о вас написали сми где проделали большую работу сделали в социальных заявили о конкурсе о победе подготовили всю информацию для сми сми напечатала вас дальше что с вашими работой они растут в цене вот тоже интересно что происходит что потом происходит после того как написали право сми пустого как написали сми но целом а это помимо того что как я сказал для увеличения аудитории внимание там можно потом использовать в тех же я участвовал например различных конкурсов но тоже государственные конкурсы а именно там допустим человек года такого формата и там когда это еще когда я был студентом я принимал участие и все свои достижения участия в конкурсах публикации сми я собираю меня есть отдельный скажем так жесткий диск где все ссылки все сохранено и вот допустим даже когда подавался на человека года это харьковский конкурс был именно районный этап а потом уже этап всего города шел то я подал свою портфолио со всеми ссылками на эти публикации сми что я все-таки веду активную деятельность в социуме продвигаю культуру это все имеет скажем так свою ценность для таких конкурсов то мне эти же участия конкурсах и помогли на районном этапе победите и мне я бы я был лауреатом то есть как минимум в конкурсах это помогает допустим в онлайн галереях и не выставлять но я сотрудничаю с не онлайн галерея с контакса с галереи я сотрудничаю то скажем так с кем галерея сотрудничать то есть галереи заинтересованы в талантливых художников художников которые скажем так горят что-то делают постоянно развиваются которых есть амбиции желания которые не стоят на месте такие художники есть уже в портфолио правильно есть какой-то путь который прошел это не пустой сырой художник который взялся ниоткуда у которого все равно есть какой-то путь конкурсы газеты сми телевидение да и он все равно работает и конечно потом галерея да заключение договоров с вами галерея хорошо а расскажите мне про галерею на каком это у вас не онлайн а оффлайн галерея да на каких договоренностей синий секрет ну хорошо не ваша история вообще что предлагает галереи ну я не сильно опытный том что говорить что предлагают галереи потому что я сотрудничаю с одной галереей разглашать условия условия договора я разглашать не могу вы не платите за участие вы договорились о проценте после продажи правильно как и во всех галереях конечно есть процент от продаж процент от продаж все я поняла очень интересно никита если вы такой молодой а вас уже много еще раз повторю написали газеты сняли передачи да вы художник то вы делаете своими руками скульптуры скажите нашим зрителям чем вы занимаетесь мой творческий путь и начался с того что я занимаюсь может сказать искусством уже ровно 10 лет и начинал я с того что рисовал акрилом это пейзажи мандалы то есть такая вот назовем сакральная геометрия это то что больше для души потом перешел уже на масло портреты начал пробовать больше форматы масштабы там digital проекты пришел к тому что сейчас я остановился конкретно в направлении ручной гравюры на стекле потому что это достаточно редкое направление сложное требует много времени но но достаточно эффектно в том плане что об этой технике мало кто знает она малоизвестна и всегда удивляет людей соответственно я вижу в этом перспективу потому что художнику нужно рано или поздно прийти к тому что то что прекратить свои поиски а найти то что мы по душе потому что если распыляться делая там портреты там пейзажи в разных техниках разных стилях то это интересно на начальном этапе но в дальнейшем чтобы уже конкретно устроить какие-то свои проекты заинтересовать там искусствоведов ну и каких-то людей которые имеют какое-то влияние в области искусства нужно уже сосредоточиться в одной точке в одном направлении работать и развиваться именно проектными скажем так делать картины для проектов например есть определенный проект и в этом проекте есть серия из 15 картин это одна проблематика тематика одно направление один стиль и одно оформление соответственно когда художник раскрывает определенную проблему в жизни неважно в социуме то что его трогать что ему интересно это и повышает стоимость работ и привлекает больше внимания галереи выставочных площадок и даже вот участие в конкурсе допустим если художник подает одну картину из всей серии и эта картина занимает там призовое место то уже ценность не только этой картины растет а уже и полностью всей серии то есть вот чем выгода конкурсов тоже для художника очень интересно я видела ваши работы вы знаете они очень такие космические волшебные завораживающие и на них действительно хочется смотреть вы действительно талантливый человек не останавливайтесь идите вперед и я слышала как вы играете на таком инструменте как называется так похоже на что вы рисуете картины инструмент называется ханг но это фирма которая запатентовала вообще общепринятое название в мире это хэндпан и кстати на своих выставках я буду использовать этот инструмент для открытия вы знаете все правильно и недаром я это спросила потому что картины ваши и с этим инструментом и вообще с вашим образом очень гармонично входят очень очень гармонично никита спасибо вам огромное я приглашаю вас вы знаете для тех участников которые у нас принимали участие да в британском конкурсе где 71 страна участников где 50 членов жюри конкурс уже проходит 6 лет конкурс тоже не останавливается тоже сам принимает участие в других конкурсах соревнуется что самый лучший этот конкурс это было я сама реклама да в девятнадцатом году двадцатом двадцать первом году заняли в сша лучшую платформа по развитию талантов так вот приглашаем вас нашу британскую онлайн галерею размещать ваши работы бесплатно потому что для участников golden time talent все работы будут размещены бесплатно но сейчас так как участников за шесть лет много слава богу все хотят разместить там свои работы то наша галерея идет маленькую модернизацию увеличим память и в принципе она скоро будет опять же работа она и сейчас работает но новых участников там новые художники не могут разместить потому что память закончилась так что велкам мы вас ждем да и мы вас приглашаем в лондон у нас должен быть фестиваль как и в том году какие два три года подряд фестиваль восемнадцатом девятнадцатом году и в двадцать третьем году в лондоне в самом центре я думаю вы видели так что приезжайте к нам на выставку в лондон мы надеюсь все у нас получится слава богу и организуем выставки для художников для наших победителей и рождение будет ежегодной премии а никита кстати вы знаете что был такой конкурс мы проводили там где лучшие художники могли принимать участие где был призовой фон 4000 евро да да помню я как раз планирую я хочу когда будет следующий сезон гранд-финала хочу принять участие давайте вы хотите выиграть тоже приз а для чего они конечно какие у вас цели скажите мне но как минимум допустим а мое творчество требует очень много затрат потому что материалы очень дорогие нужно много средств для покупки оборудования поэтому помимо вот популяризация признания дизайнерского диплома и других таких полезных фишек конечно хотелось бы выиграть денежный денежный приз чтобы дальше можно было развиваться и скажем так больше делать масштабы больше делать работ такого формата скажите никита вас заказчики уже есть ваших работах ну так как я работаю с галереей у нас немножко другой формат мы идем конкретно по выставкам по музеям чтобы конечная цен цель это было именно аукционы поэтому на данный момент сейчас мы проводим выставки турне но о продажах уже это на долгосрочную перспективу потому что проект очень крупный его для начала нужно показать только в украине а из-за границы на это нужно несколько лет я желаю вам удачи вы огромный молодец при том что вы довольно таки молод и у вас уже за спиной такой багаж огромный багаж ваших достижений СМИ передач и ваших работ и выставок и выставок по всей стране и за ее пределами так что желаем вам удачи и не останавливайтесь у вас обязательно все получится ну а команда golden time talent обязательно придет к вам на выставку и послушает как вы играете на своем волшебном инструменте посмотрит обязательно ваши картины никита что вы хотите скажите что то вы хотите сказать нашим зрителям нашим новым участникам или тем участникам которые еще думают и сомневаются зачем это им нужно может быть лучше полежать и подождать а может быть кто-то узнает о том что они там талантливы но они сидят только дома и о их творчестве знает только домашняя скажем так семья и больше ничего вот они закрылись в этом узком да и ну знаете я люблю рисковать и поэтому пока кто-то сомневается кто-то достигает успеха то есть это все в любом случае опыт нужно пробовать участвовать то есть неважно даже какой человек займет место сам факт что он уже участвует это способствует его развитию его мотивации формирование того же самого профессионального портфолио если художник допустим нигде не проводил еще выставки ни разу не участвовал то конкурс будет отличным стартом нужно хотя бы с чего-то начинать если человек хочет достичь чего-то большого то есть лучше идти мелкими шагами чем ждать что что-то допустим свалится с неба там если человек о чем-то мечтает понемногу понемногу и все будет получаться то есть это все строится медленно постепенно но главное уверенно поэтому скажем так я для себя вижу смысл в том чтобы стабильно участвовать в конкурсах хотя бы раз в год чтобы хотя бы раз в год были определенные достижения чтобы допустим когда проводишь выставку неважно даже подаешь свое портфолио куда-то в истории будет видно что ты каждый год ты где-то участвовала то есть повышал там свою квалификацию свой уровень ну и тому подобное понятно спасибо вам огромное еще раз желаем вам творческого успеха победы там где вы живете обязательно все будет хорошо обязательно и о вас напишут еще много много сми а вы волком приезжайте в лондон со своими работами проводите выставки и принимайте участие в конкурсе golden time town и не забудьте про онлайн британскую галерею это тоже для наших участников бесплатно спасибо огромное друзья спасибо никита вам аплодисменты так что что я вам скажу никогда не поздно и никогда не рано сколько не было бы вам лет да нужно начинать и показывать свой талант свое творчество потому что не раз я приводила пример да Никит когда нарисовали картину это черный квадрат да Малевича ну на каждый товар есть свой покупатель правильно и кто сказал что эта картина такая это просто правильно раскрученный маркетинг правильно и если вы себя вот как мне очень понравилось как вы в начале интервью сказали что для того чтобы о вас узнали вы проделали очень большой кусок работы да я напомню тем людям которые к нам присоединились что вы подготовили статьи что вы будете принимать британском конкурсе участие что вы уже приняли что вы заняли такое-то место и вы подготовили чтобы СМИ написало а вас бесплатно да выпустили статью вы им все уже подготовили вот такой текст и они просто скопировали и вставили и вашу фотографию скопировали вставили им всем нужен инфоповод правильно им всем нужно то чтобы прославлять свою страну какое бы вы стране не были художники им всем нужно Вот я не раз приводила пример, если вы видели уже Казахстан, да, как они это делают, и об одной участнице написали около 30 газет за одно участие в конкурсе, потому что она правильно сделала, как вы, разместила это все у себя в социальных сетях, правильно написала текст, правильно написала, что она заняла призовое место. И так как действительно Казахстан очень сильно поддерживает своих участников, они подхватили, видите, 30-30 статей. А вот тоже Казахстан, когда два года назад, может быть, вы помните, амбассадорами стали музыканты, да, их пригласили на... Я слышал эту историю, да. Пригласили их, куда, не помните, я забыла, куда их пригласили, в другую страну быть амбассадорами. Если не ошибаюсь, вроде на Олимпиаду в Токио. Да, да, все верно, на Олимпиаду в Токио. И там ребята показали тоже свой талант, так что дерзайте, идите вперед. Ну, а платформа Golden Time Talent вам обязательно поможет. Спасибо, друзья, что были с нами. Никита, спасибо вам огромное, что у нас сегодня получился замечательный эфир. Кто только присоединился, друзья, смотрите в записи, он будет и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Ютьюбе, мы обязательно поделимся. Удачи вам, Никита. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...